Детское радио представляет Мы пойдем по меридианам и параллелям Поднимать паруса и бросать якоря Ты увидишь штормы, тайфуны и мели В общем, все на земле покорим мы моря Мачты смотрящие в зенит Белее снега паруса Рында над палубой звенит За старой картой вас ждут чудеса Тайны старой карты Тайны старой карты Мы нашли подходящая суденышка Света должна была нарисовать его на маленькой карте Теперь, если пройти сквозь старую карту Что висит у меня, старого боцмана в домике Мы окажемся на морском берегу Где в волнах прибоя Эта суденышка нас будет ждать Ну давай быстрее, Свет! Не мешай! Не торопи ее, Витя Дело-то ответственное Вдруг что-то не так выйдет Тогда все старания на смарку Вот именно! Ох, ребятки! Мы с вами забыли одну важную вещь Яхта – небольшой, но все-таки корабль У нее должно быть имя Помните, как в мультике Как вы яхту назовете, так она и поплывет А как она называлась раньше? Прежний владелец назвал яхту «Оптимист» Как наши швертботы Пусть так и зовется Так и напишу название на борту Не отвлекайся, Свет! Рисуй! Да все, все, уже нарисовала, вот! А что, похоже? Пора ее опробовать в деле Сначала лучше на спокойной воде Все-таки вы ни разу не управляли такой большой яхтой Предлагаю Выборгский залив Где мы были летом? Давайте на озере, там безопаснее Том, Том, пошли с нами! Получилось! Сразу попали даже не на берег, а на палубу яхты Ну, здравствуй, оптимист Яхта отвечает? Да, благодарит, что мы ее спасли А теперь салажата по местам Витя, остановись к стаксель-шкоту А я знаю, стаксель – это передний парус треугольный А шкот – это трос, который им управляет Получается стаксель-шкот Так и есть, клянусь белым китом Молодчина, Света! А что это за озеро? Плещеево, если карта не ошиблась Возле города Переиславль-Залесский Ммм, я думала, будет Ладога или Онежское озеро Плещеево озеро, конечно, далеко от моря Но у него славная морская история Какая? Всему свое время За дело Витя, подтяни стаксель-шкот Есть подтянуть стаксель-шкот Ух ты! Как мы разогнались! Оптимист Да при хорошем ветре До двенадцати узлов в час сделать может Ну-ка Кто помнит, что такое узел? Это мира скорости на море Одна морская миля в час А морская миля – это километр и восемьсот пятьдесят два метра Вижу Не зря вас учат Недаром выиграли гонку на приз Газпрома Вижу мачты Впереди три парусника Старинные Такие строили в конце семнадцатого века Царь Петр Первый заложил на этом озере целую флотилию Два малых фрегата и яхту Святая Анна Это они и есть Так мы попали на триста с лишним лет назад И на одном из этих кораблей царь? Только ему сейчас всего девятнадцать лет Великие свершения еще впереди Он стоит на носу фрегата и мажет треуголкой Дай посмотрю Тише, тише! Трубу не утопите! А почему Петр построил корабли здесь, а не на море? Так в те времена у России был выход только к Белому морю На севере На Балтике хозяйничали шведы, на Черном море турки Петр хотел создать флот, но у него не было ни матросов, ни корабельных мастеров Вот он и устроил на озере потешную, то есть учебную верфь Учились совсем как мы в Академии парусного спорта Точно! На этом Плещеевом озере начиналась славная история российского флота Они что, стреляют в нас? Нет, не бойся! Молодой царь Петр очень любил пушечную пальбу и фейерверки На Святой Анне увидели нас и приветствуют морским салютом Фрегаты все разом выпалили Пушки там настоящие! Позже их снимут с потешных судов и поставят на боевые корабли Давайте подойдем ближе, поздороваемся А вот это плохая идея Клянусь бивнем нарвала Давайте-ка поворачивать Яхту мы опробовали, пора возвращаться Значит мы можем отправляться в настоящее путешествие Команда к повороту стоять Тайны старой карты Продолжение следует